всем привет хочу показать вам рассказать как я сушу мяту мяту я сорвала во время цветения вот только-только мята начала цвести я ее вчера поздно вечером сорвала в огороде помыла положила на махровое полотенце толстая и накрыла хлопковой тканью у меня вот от простыни накрыла я ее так и так она у меня лежала до утра утром я встала пораньше она уже высохла вот она высохла воды уже нету и теперь я ее привязываю на шнурочек вот такой из старой футболки шнурочек обрезала и каждую ветку на узелки вот так вот провязала потом когда будет она висеть вот так вот натянется и каждая веточка будет отдельно висеть повешу я ее на улице под навес под крышу там солнце туда не попадает ну хорошо там ветер дует проветривается продувается вот это вот место и мята высохнет зеленые листочки такие вот будут аккуратные сохнуть будет но не знаю сколько может быть неделю чтобы хорошо высохла мята как узнать высохла она или нет надо взять немножко листик оторвать и помять если получается порошок значит можно смело снимать и заготавливать вложить на хранение хранить я буду в стеклянной банке вот такую веточку вот такими вот кусочками ну по 6 по 5 сантиметров вместе с листьями так буду отрезать и банку ложить если надо например чаю добавить заварники две веточки таких беру и вложу в заварник насыпаю заварку и заливаю кипятком если куда-нибудь к мясу например приправу сделать или что-нибудь выпечь и туда добавить мяту сухой листик надо взять хорошо его помять или в ступке подавить как удобно будет сколько надо если немножко можно просто пальцами и подавить получится порошок и добавить эту специю куда надо собирать лучше конечно вдали от дорог мяту потому что около дорог много вредной пыли оседает и просто холодной водой даже теплой это вода не смывается поэтому не надо собирать где-то около дорог эту мяту дикая мята же растет где-то на обочинах хранить сушеную мяту нужно два года но больше я не пробовала хранить она обычно от сезона до сезона у меня есть понемножку и и заготавливая еще что можно сказать про мяту все вы знаете очень полезные свойства мяты поэтому я сейчас говорить не буду но еще можно сказать то что не надо ее сушить каких-то специальных сушилках духовках потому что сушить ее надо при температуре до 30 градусов и чтобы хорошо проветривалась так что в духовых шкафах ну если конечно у кого нету таких условий холодно все время дожди идут куда-то да конечно в духовке нужно все спасибо за просмотр всем удачного дня до свидания